Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «У книжной полки» в студии ведущая Полина Митрофанова. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе тьма, то какова же тьма?» Сказано в Евангелии от Матфея. Как говорит священномученик Иоанн, восторгов этот свет в человеке, это око души и сердца, этот свет, который может, к сожалению, обратиться и в тьму, по толкованию святителя Иоанна Златоуста и блаженного Иеронима, есть совесть в человеке. Таинственный голос, одно именование которого, уже заставляет трепетать наше сердце. Но, к сожалению, совесть может омрачаться, заблуждаться, толкать человека вместо света во тьму, вместо спасения к погибели. О совести беседует отец Иоанн с читателем со страниц книги, которую мы сегодня предлагаем вашему вниманию. Эта книга содержит беседы пастыря прихожанам о Боге, Церкви, Родине, о правде и долге, и житие священномученика Иоанна Восторгова, составленное архимандритом Иовом Гумеровым. Это издание бесед про тирея Иоанна Восторгова, проведенных им в 1917-1918 годах, подготовлено комиссией по канонизации святых Московской епархии к столетию мученического подвига миссионера-учителя, талантливого проповедника. По словам митрополита Крутицкого и Коломенского юбидалия, знаменательно, что рукопись этой книги была обнаружена в архиве в год столетия начала гонений на веру и церковь в России. По словам издателей, бумаги отца Иоанна были изъяты при его аресте и ныне хранятся в Государственном архиве Российской Федерации. Среди них и находится папка с рукописью и машинописью проповедей, которые он произнес в 1917-18 годах в соборе Покрова Нарву, известном народе как Московский храм Василия Блаженного на Красной площади. Протерей Иоанн Восторгов являлся настоятелем этого храма с 31 мая 1913 года и до дня расстрела. Проповеди были задуманы отцом Иоанном как цикл воскресных бесед на апостольские и евангельские зачала. Общей объединяющей темой их является православное учение о совести в человеке. Так эта рукопись и названа им «О совести». По словам митрополита Ювеналия, беседы священномочника Иоанна Восторгова о совести написаны столетия назад в трагических обстоятельствах всероссийской революционной смуты. В них пастырь рассматривает духовную жизнь людей в условиях, когда совесть, самое зло станет принимать за добро, или когда она и при самом ясном развлечении добра и зла, однако не имеет силы заставить человека на самом деле служить добру. Отвергая воззрение на совесть, как на абсолютно безошибочный нравственный камертон человеческой души, автор убеждает своих слушателей в том, что только через благодатное общение с Богом и исполнение Его заповедей совесть преодолевает немощь греха и устремляется к добру и правде. Безбожие же ведет к тому, что вместе с верой умирает в человеке человек и оживает, растет и господствует зверь. Беспристрастно анализируя российскую действительность как при старом, так и при новом режимах, отец Иоанн указывал на коренную причину наступившей беды – отступления от Христа и его божественного учения, восклицая «плач кровавыми слезами, русский человек, что ты сделал со своей матерью Родиной». Пророческий предвидел выдающийся миссионер, сам бесстрашно вступивший на край расстрельного рва в 1918 году, страдальческий путь новомучеников и исповедников церкви русской XX века своей верностью Христу, указавших истинный путь сынам будущей России. Но созидание будущего духовного возрождения Отечества виделось ему через стояние в вере, через смиренное следование за Христом, внесение жизненного креста и преодоление скорбей. «Укрепляйте, развивайте, усовершайте добро», – призывал святой. Выдающийся организатор миссионерского отдела и яркий проповедник протерей Иоанн Восторгов для современников был светочем первой величины. Из его жития читатели узнают, что происходил он из семьи священника. В 1887 году окончил Ставропольскую духовную семинарию, спустя два года принял сан. Вел миссионерскую деятельность на Кавказе, в Персии, Сибири, в Дальнем Востоке. Святому делу миссионерского служения были отданы отцом Иоаннам последние 12 лет его жизни. Его кипучая энергия, блестящий дар слова, творческий ум и высокое чувство долга вполне соответствовали требованиям этого важнейшего общецерковного дела. Как отмечает отец Иофф Гумеров, протерей Иоанн обладал высоким даром проповедника. Его исключительная сила поучения и назидания заключалась и в кристальной ясности творческой мысли, и в красоте выразительного слога, и в удивительной целостности его духовно-нравственного облика, насквозь пронизанного духом церковности, и, конечно, в чуткости и отзывчивости ко всем нуждам современной ему жизни. Все его слова, беседы, поучения и статьи исполнены желанием на все жизненные вопросы пролить свет высшей евангельской правды. Проповеди его производили на современников сильное и благодатное воздействие. И сегодня в многочисленных проповедях отца Иоанна Восторгова все православные люди, священники и миряне, ищущие совета и руководство во всех областях жизни, имеют источник разрешения многих вопросов. Революционную смуту 1917 года отец Иоанн встретил, когда ему было 50 лет. Несмотря на огромные труды, дух его был исполнен свежих и бодрых сил. Все свои силы и время он отдавал делу священства, руководил жизнью Покровского собора, проповедовал, бесстрашно говорил о тяжелых днях гонения на веру и церковь. Активная общественная деятельность отца Иоанна вызывала беспокойство советской власти. 31 мая 1918 года он был арестован. Перед богоборческой властью стояла цель, которую она стремилась достичь любыми средствами – уничтожить неутомимого миссионера, талантливого обличителя всех лжеучений, включая и социализм, преданнейшего служителя церкви. Под эту цель и было сотрудниками ЧК устроено дело. Уже 4 сентября Следственная комиссия революционного трибунала при ВЦИК приговорила отца Иоанна к расстрелу. На следующее утро приговор был приведен в исполнение. Как говорится, в житие умер отец Иоанн, как и жил, непоколебимым в вере мужественным исповедником и удостоился смерти христианского мученика. В 2000 году на юбилейном архиерейском соборе Русской Православной Церкви он был причислен к лику святых в Соборе новомучеников и исповедников российских XX века. Сегодня пламенное слово священномученика Иоанна звучит не только как трогающее до слез свидетельство истории, но и как убедительное наставление нашим современникам, да и читателям будущих времен, неизменно стремится в первую очередь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Издание этих бесед, исполнение желаний самого отца Иоанна, осуществить которые по известным причинам он не мог. Издатели выражают уверенность, что читатель не только получит уникальную возможность услышать живой голос одного из самых талантливых и глубоких проповедников-миссионеров о жизни Церкви в годы наступившей общероссийской смуты. Он составит себе ясный духовный портрет духом святым говорящего священника, истинного христианина, бестрепетно смотрящего в лицо смерти в дни, когда огнем искушались дела благие и злые. И столь же твердо призывающего свою паству к исповедническому подвигу за Христа и Святую Церковь. Дорогие друзья, наша программа на этом подошла к концу. Ищите мудрые и душеполезные книги в церковных книжных лавках и мир вашему дому. Субтитры создавал DimaTorzok